Выпуск экологически чистых удобрений, строительство грибного комплекса, производство высокотехнологичных станков для обработки самых прочных материалов и многие другие проекты оказываются в центре. Внимание на традиционных инвест-часах. МПК Дельта Тест не первое десятилетие выпускает электроэрозионные станки. Их технология работы позволяет изготовить детали, используемые в самых наукоемких отраслях промышленности. От производства СВЧ-печей до искусственных клапанов сердца и ракетных двигателей. Это значит область практически самого точного прецизионного станкостроения. Причем здесь как и играет роль то, что они могут обрабатывать любые материалы с точки зрения твердости. Кроме того, что я рассказал, инструментальное применение, есть применение в приборах СВЧ-техники. И там уже получают элементы деталей, представьте, тоньше человеческого волоса. Планируется, что оширение производства НПК Дельта Тест создаст порядка 50 рабочих мест. В данный момент рассматривается возможность выделения площадки под новый комплекс в Огудневском поселении. Мы просим вас оказать содействие в предоставлении земельного участка в районе деревни Аксинина в рамках 272-го восстановления правительства Московской области, как инвестиционный проект, где мы могли бы его как раз реализовать. Реализация проекта непосредственно, естественно, подразумевая строительство и современных цехов, и офисных помещений. Ну, в конечном итоге создание действительно достойного данной тематики демонстрационно-исследовательского центра. Это высокотехнологичное, во-первых, оборудование, высокотехнологические материалы. И мы понимаем, что вот эти гектары нужны не для того, чтобы на первом этапе какой-то сделать цех, но и на перспективу. Я думаю, что если ваша продукция будет в больших объемах востребована, то, соответственно, у вас появится возможность дальше развиваться на этой территории. Поэтому поддержать, еще раз, через другой миллион, истребовать, и запустить нашу схему сопровождения инвестиционного проекта. Другой проект станет отличным подспорьем для сельского хозяйства Щелковского района. Завод будет изготавливать органические, экологически чистые удобрения. В сутки завод перерабатывает 5 тонн муки и продуктов. В сутки получается 20 тонн жидкого удобрения, 2 тонны сухого корма для животных и 1 тонна спирта. В плане экологии эта продукция, конечно, получается очень высокого качества, потому что там не используются никаких химических соединений. Также два проекта представил генеральный директор ООО «СП-центр». Планируемый объем инвестиций составит порядка 600 миллионов рублей. Один проект предполагает строительство цеха по покраске и оцинковке металлических листопрокатных профилей, а другой – создание грибного комплекса, который будет приносить около 4-5 тысяч тонн грибов в год. В принципе, все проекты достаточно интересны, и нам бы хотелось, чтобы они нашли воплощение на территории Щелковского муниципального района. Поэтому, Евгений Владимирович, поработать предметно с каждым инвестором, еще раз говорю, найти для них свои приемлемые предложения и спроводить каждый безпроект биологического завершения.